Здравствуйте! Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. В Самаре усилены меры по санитарному содержанию общественного транспорта. Как проходит дезинфекция? Каким образом в этом году будут работать дачные автобусы? Как быстрее добраться на городские кладбища в дни поминовения? И какие проблемы решат платные автомобильные парковки? В нашей студии заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрий Топилин. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать нам по телефону. Телефон в студии 202-11-22. Юрий Михайлович, рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Добрый день. С чего хотелось бы начать? В губернии усилены санитарные меры защиты граждан. И общественный транспорт – это одно из опасных мест по определению с точки зрения вирусных инфекций, гриппа, ОРВИ, ну и, не дай бог, коронавируса. Как вы защищаете кондуктора, который постоянно работает с людьми и находится в контакте? И каким образом в целом проходит дезинфекция транспорта? У нас весь транспорт – это действительно место, где людей много, имеет скопление. И есть ряд опасений, что там могут быть распространены заболевания. И мы здесь говорим не только о коронавирусе, о котором вы сказали. У нас вообще-то по ОРВИ высокий уровень сейчас. Поэтому, чтобы всего этого не было, чтобы риски минимизировать, весь общественный транспорт у нас подвергается ежедневной уборке. Это мойка, когда мы говорим. Снаружи весь подвижной состав моется на мойках. И изнутри проходит его специальная обработка. Дезинфекция, по сути. Для этого применяются специальные хлоросодержащие средства. Это и перекись водорода, и вещества различные, хлорамины и так далее. Они все представляют собой, это либо порошок, либо жидкость, которая растворяется в воде, делает специальный раствор. Этим раствором обрабатываются внутри салона все поверхности, там, где есть возможность непосредственного контакта. Это поручни, это спинки сидений. Все это обрабатывается. Пулевилизатором разбрызгивается вот такая хлоросодержащая жидкость. Проходится влажной уборкой. Все промывается. Все вот эти спецсредства, они у нас имеют сертификат Роспотребнадзора. К ним есть инструкции, которые предписывают, что именно эти средства, они могут быть использованы для борьбы с инфекционными заболеваниями различных типов. Причем они рекомендованы и для общественного транспорта, и даже для лечебных учреждений. То есть это те средства, которые реально обеспечивают антибактериальную защиту сегодня. В ежедневном режиме эта работа проводится. В связи с тем, что сейчас у нас режим повышенной готовности, эта работа будет проводиться в таком режиме вплоть до отдельного уведомления. То есть пока нам отбой не дадут, мы это будем делать. Для усиления контроля в каждом предприятии назначен персональный ответственный сотрудник из числа руководящего состава, кто эту работу контролирует. Плюс мы, как департамент транспорта, также выполняем объезды, проверки, чтобы это не на бумаге все было, а реально делалось. Ну и наши пассажиры это могут видеть живым примером. Каждый день, кто пользуется общественным транспортом, это все видно. Юрий Михайлович, перед тем, как обсудить следующий вопрос, я предлагаю посмотреть наш сюжет. Он, в общем-то, тоже примерно об этом же. На мойке автобус 24 маршрута. Сначала машину тщательно очищают снаружи. Щетками с помощью мыльного раствора смывают уличную грязь. Удаляют ее из труднодоступных участков. Следующий этап – уборка внутри салона. Здесь моют полы, окна, протирают поручни, спинки сидений. Стараются захватить все поверхности, с которыми контактирует пассажир. Стараемся, чтобы наши пассажиры были всегда довольны. Было уютно, чисто и красиво. Мы сами ездим на этих же автобусах, поэтому мы стараемся. Салон обрабатывают специальными средствами, безопасной противобактериальной жидкостью, одобренный Роспотребнадзором. Препарат не содержит хлора, выпускается российским производителем. Уборка с использованием специального состава уже несколько месяцев практикуется транспортным предприятием, которое выполняет перевозки по муниципальным маршрутам. Очистка и дезинфекция с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний. Финальный штрих – автобус проходит через специальные чистящие щетки автоматической мойки. За чистотой кабины водитель следит самостоятельно. Ежедневно каждая машина проходит через мойку. Либо рано утром, либо поздним вечером после рейса машина заезжает на мойку и начинает водные процедуры. Всего в этом транспортном парке 450 машин. Весной, когда в городе проходит месячник по благоустройству, санитарному содержанию общественного транспорта уделяется повышенное внимание. Вместе с тем предприятием уже проведена генеральная уборка территории базы и офисных помещений. В ближайшее время сотрудники уберут со стоянок автобусов скопившийся за зиму мусор. Юрий Михайлович, 16 марта в Самаре стартовал месячник по благоустройству. Вот, насколько я понимаю, задача сделать город чистым и красивым. И вот, исходя из этого, что еще будет делаться для того, чтобы общественный транспорт нас радовал, ну, эстетически, я бы так сказал? Ну, в период месячника по благоустройству у нас традиционно, помимо помывки, которая идет в усиленном режиме, потому что действительно где-то может быть там зимы еще, ну, и вообще у нас такая погода... Сейчас время как раз сложное, да? Да, да, что бывает, там автобус приехал к концу рейса, он выглядит так, как будто не мылся уже неделю. Вот, поэтому работа эта усиливается. Помимо, вот, непосредственно мойки автобусов, у нас есть еще территории транспортных парков и наших депо, где тоже силами сотрудников ведется уборка. У нас есть отстойно-разворотные площадки на территории города, где между рейсами транспорт может отстаиваться. На них тоже уделяется особое внимание. Подбор мусора в рамках субботников и средников тоже. Все это выполняется, собирается, все, что за зиму накопилось, и выбрасывается. Ну, и еще такое, может быть, тоже малоизвестная или не очень заметная вещь. Вот у нас трамвайно-троллейбусное управление, у него на балансе находятся световые опоры, то бишь столбы, которые стоят вдоль дорог. Вот их тоже нужно убрать, там, если какие-то несанкционированные объявления, подкрасить, там, навести красоту. Вот это все тоже делается как раз именно в период месячника. Весной самарцы традиционно едут на кладбище, чтобы посетить могилы близких. Ну, это, в общем, на самом деле наша традиция. Я сейчас просто напомню дни, важные для нас всех. 21-28 марта – это дни поминовения усопших Великого Поста, еще их иногда называют родительские субботы. 28 апреля, вторник, Радоница, родительский день. Кроме того, в этом году в связи с 75-летием Победы ожидается большое количество посетителей 9-10 мая. Каким образом планируете организовать движение общественного транспорта и сколько будет стоить проезд? У нас есть в городе специальные маршруты, которые работают именно вот в челночном режиме, то есть идет загрузка, и вот без промежуточных остановок он идет к городским кладбищам. Таких 8 маршрутов. Они работают вот именно по тем дням, когда идут религиозные праздники, связанные с поминовением усопших. Для того, чтобы эти маршруты работали более эффективно, нами заранее разрабатывается и согласовывается с органами ГИБДД схема ограничения движения на том участке, где идет посадка, ну это, например, вот рядом с Авророй у нас, там на аэродромной улице. И также вот около входа и въезда на кладбище тоже там проводятся выездные специальные совещания, определяется, где автобус будет высаживать людей, где должна быть территория, чтобы он мог развернуться и вернуться в обратный рейс, потом поехать. Стоимость проезда на этих маршрутах не отличается от стоимости проезда по городу, она такая же. Все те льготы, которые у нас в городе предусмотрены на этих маршрутах, тоже действуют. То есть по карте школьника можно проехать, по карте студента можно проехать, социальные карты. Вот все принимается к оплате. Вот разницы по сравнению с обычными городскими маршрутами пассажиры не заметят. В таком случае продолжение вопроса. Как дачные поездки будут организованы, потому что они, в общем-то, практически уже скоро начнутся весна-ранее? Дачные поездки у нас традиционно, это сезон с мая по октябрь. До того, как мы поедем официально в мае, у нас всегда выполняются пробные рейсы. В этом году это две последние недели апреля мы планируем захватить. А что такое пробные рейсы? Пробные рейсы. Вот у нас официально все маршруты открываются 1 мая. Но до этого времени у нас комиссионно, службами благоустройства, тоже с привлечением представителей ГАИ, мы проезжаем по всем дачным маршрутам, чтобы удостовериться, что снег сошел, присутствует разметка, где положено. Не образовались какие-нибудь ямы на асфальте, если образовались, то принимать какие-то меры для их устранения, чтобы это была дорога, по которой после зимы автобус может проехать. И по фактической готовности, вот там, где уже можно, мы едем в апреле. Где еще нельзя, вот у нас апрель – это такой переходный период, когда устраняется все, что нужно устранить, дорога приводится в то состояние, в котором она должна быть, и с мая, как положено, мы поехали. Сами маршруты, у нас их 29 в городе. 29? 29, да, садоудачных маршрутов. Вот в том формате, в котором мы ездили в прошлом году, вот все эти маршруты будут работать и в 2020. Это, соответственно, получается, у вас огромный парк-то работает вот на этих маршрутах. 29 маршрутов в течение дня, и нужно, в общем-то, перевезти большое количество людей. Да, вот могу сказать, по итогам прошлого года у нас свыше 800 тысяч пассажиров за сезон перевезено именно на садоудачные. Надо здесь учитывать специфику, это тоже фактически экспрессные маршруты. Вот люди в автобус погрузили, и все, он поехал по своему маршруту до дачного массива. Ну, там на некоторых есть тарифная остановка, там одна, может быть, где-то в середине. А так вот именно в таком режиме мы работаем, это востребовано. Это очень востребовано. Есть там разные маршруты, есть маршрут, который, вот он, условно, километр за границу города, там уже садово-дачный массив, ну, и вот короткое плечо, условно. А есть маршрут, где мы едем за десятки километров из города, и даже если там, может быть, не очень много дачников, но вот он работает в таком режиме, мы везем, да. И вот, кстати, в связи с этим актуален вопрос о стоимости проезда, потому что везти на короткое плечо, ну, соответственно, более целесообразно, чем везти на десятки километров, как вы сами сказали. Вот если говорить о стоимости проезда сегодня, насколько велика разница между стоимостью для пассажиров и себестоимостью проезда в общественном транспорте, особенно с учетом вашей социальной нагрузки, я имею в виду льготников? Ну, тут картина примерно одинаковая, вот что мы возьмем городские маршруты, что мы возьмем дачные маршруты, себестоимость везде выше, чем та цена проезда, которую платит пассажир. Ну, вот пример по городу, да, вот не так давно у нас была компания, перед Новым годом мы решали вопрос об изменении стоимости проезда, сравнивали себя с другими городами, проводили экономическую оценку свою, вот. И на сегодняшний день установленная себестоимость проезда составляет 30 рублей. При этом пассажир платит 29, школьник платит 16 рублей, студент 16, школьник там чуть поменьше. По социальной карте стоимость там давно не меняется, составляет 270 рублей за 90 поездок, а по факту без ограничений, то есть, ну, это там 3 рубля за поездку или ниже. Если мы говорим про метрополитен, там на сегодняшний день 64 рубля стоимость перевозки одного пассажира. По дачам картинка примерно такая же, там немного по-другому, там к километражу привязано, ну, вот, чем дальше находится дачный массив, тем дороже стоит до него доехать. Но вот себестоимость там тоже выше, чем те средства, которые взимаются с пассажира. Поэтому вот эту социальную нагрузку нам никто не отменял. Да ее невозможно отменять. При этом мы понимаем, сравнивая себя с другими городами, что мы находимся на достаточно таком высоком уровне, если говорить о категориях льготников, потому что такая стоимость проезда для школьников и студентов, как в Самаре, ее практически нигде нет. Вот буквально недавно к нам обращались коллеги из Казани, интересовались, а действительно ли у нас вот есть 16 рублей такой тариф, и действительно ли он востребован, и пользуются ли им. И 3 рубля для льготников и для пенсионеров, по сути дела, одна повестка. Это вообще, да, не обсуждается, да. Вот, поэтому вот эту социальную нагрузку мы несем, она никуда от нас не уходит, и вот год из года мы будем все это выполнять. Плюс вот как стоимость проезда изменилась с 1 января 2020 года, мы всем говорили, что это изменение, оно охватывает двухлетний период. То есть вот не предполагаем, что будет изменяться в этом году. Илья Михайлович, у нас есть звонок, давайте ответим. Алло? Алло? Алло, здравствуйте, говорите, представьтесь, пожалуйста. Да, конечно. Говорите, говорите. Меня зовут Елена, а у меня вот такой вопрос. Я часто езжу на трамвае 20 маршрута и обратил внимание, что сейчас на этом маршруте введена такая система оплаты картой. То есть ты щелкаешь картой, получаешь билет, надо там, сказать, кондуктор, кондуктор только проверяет. Вот, на мой взгляд, очень удобная система. Мне вот интересно, в других маршрутах будет вводить такая система? Есть такие планы? Спасибо за звонок, Елена. Такие планы у нас действительно есть. Это вот с прошлого года у нас есть там ряд проектов по цифровизации транспорта. Это в рамках проекта «Умный город» мы делаем. Вот все началось с маршрута номер 5 трамвайного. Мы установили на него валидаторы. Это такие устройства около каждой двери на входе в салон, куда можно бесконтактные там либо карточка, или там телефон, часы у кого что приложить и самостоятельно обилетиться, не дожидаясь кондуктора. Штука очень удобная, сплошь положительные отзывы. По прошлому году свыше 10 миллионов человек по году мы увидели, что этим воспользовались. А с тех пор, как это в принципе появилось, мы по статистике видим, что три человека зашло в салон, из них два обилетилось самостоятельно, и только один каким-то образом попал к кондуктору. Поэтому мы эту практику будем продолжать, и в этом году на нескольких новых маршрутах тоже такие устройства появятся. Трамвайно-троллейбусное управление их уже закупает. У нас там в связи с тем, что там производственный цикл занимает порядка 5-6 месяцев, это где-то там на конец лета на осень. Вот так вот мы планируем, они у нас появятся. Если говорить о развитии транспорта, вот в этой связи, мы ведь с вами по сути дела живем уже в Новой Самаре, хотя может быть не сразу это и заметили. Произошло существенное перераспределение транспортных потоков. Десять лет назад у нас не было таких микроэйнов, как Крутые Ключи, Волгарь, Южный Город. И вот в этих условиях что нужно сделать, чтобы в Самаре выстроить новую систему, эффективную систему, которая позволит ритмично работать с общественным транспортом? Ну, вы правильно подметили, у нас действительно меняется конфигурация города. Вот возникли вот эти массовые жилые районы, которые фактически удалены от центра. Это маленькие городки даже, по сути. Да, это города в городе. И, ну, здесь вот работа идет по двум направлениях. Во-первых, нас очень сильно поддерживает наше профильное министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Там планируется размещение заказа на специальную работу по созданию интеллектуальной транспортной системы, которая в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации там будет все. И маршрутная сеть, и транспортная модель, и рекомендации о том, где какой транспорт нужно применять как более востребованный, и стыковка межмуниципальных рейсов с муниципальными. То есть там будет вот захватываться вся агломерация, но при этом и каждый город внутри нее отдельно. Там и Самара, и Тольятти и так далее. А пока мы понимаем, что нужно, вот главный вопрос, что было транспортное сообщение с этими удаленными районами. И вот в меру того, что у нас есть, мы это сообщение налаживаем. Ну вот простой пример. Крутые ключи наш микрорайон. Туда сейчас ходит 67-й автобус, который вот самый наш такой насыщенными автобусами маршрут. Там 40 машин работает ежедневно. Другого нет такого большого у нас маршрута. Вот появился Волгарь у нас. В том году туда пошел первый наш 80-й автобус. Сначала это была одна машина, потом три, вот на сегодня уже шесть их. Плюс раньше он ходил из Волгаря до площади Революции, сейчас уже продлен до железнодорожного вокзала. Юрий Михайлович, у нас есть еще один звонок, давайте ответим. Алло, говорите. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Вот я хотела про дачный маршрут 167-й спросить. На даче Страмилово. Страмилово. Так. Спрашивайте, спрашивайте. Как начинается весна, этот автобус до дачи к нам не ходит. Он ходит только до поворота. И все. Там не отремонтирована дорога, и поэтому автобусы отказываются возить нас до дачи. Как там можно, чтобы отремонтировали эту дорогу до того, как начнут ходить автобусы? Спасибо, Юрий Михайлович. Прошу вас. Спасибо за вопрос. 167-й маршрут – это наш любимый маршрут. Он на особом контроле, действительно, потому что вот вопрос с дорогой, он возникает ежегодно. И мы его все время держим на контроле с товарищем Макридиным, это Волжский район. Даже в Губернской Думе наш профильный комитет уже про это знает, и министерство нам всегда помогает. Потому что, действительно, вот пока мы, как я говорил, поехала туда выездная комиссия, если дорога там в ненадлежащем состоянии, ГАИ нам добро не дает на открытие маршрута в полноценном режиме. Поэтому мы специально заранее туда едем, чтобы вот найти все эти узкие места, и чтобы по ним все решения заранее принять. Если там что-то надо, значит, отсыпем эту дорогу, чтобы автобус туда ходил полноценно. В общем, вы ситуацию контролируете? Да, 167 маршрут Страмиловские дачи, прекрасно знаем. Юрий Михайлович, перед тем, как обсуждать следующий вопрос, я предлагаю посмотреть еще один сюжет, который мы подготовили достаточно давно. Путь из дома на работу для Максима Кузянина всегда был полон приключений. Молодой человек ежедневно по два часа утром тратил на дорогу с пересадками. Теперь добирается туда на так называемом «М-шаттле». Экономит не только время, но и деньги. Вчера я первый раз попробовал радио, купил транспортную карту. Выглядит вроде удобно. Я еду с Зубчининовки, с кинотеатра «Луч» до торгового центра «Захар». Мне показалось комфортнее, чем ехать в набитой маршрутке, делать пересадку и опять за это платить. Для удобства жителей на дорогах Самары курсируют шаттлы-автобусы. Они забирают людей с остановок общественного транспорта и подвозят к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД вокзала с пересечения Пензенской и Владимирской до метро «Московская». От кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Долго ждать шаттлы не приходится. Они курсируют каждые 10 минут. Утром с 6.30 и до 9.30. И вечером с 16.00 до 22.00. Много положительных отзывов на работе маршрута. Люди очень рады. Особенно заводы здесь, кузнецов. Все прям очень-очень-очень. Особенно еще тем, кому далеко ехать на метро. Прям все люди очень радуются. Все говорят спасибо. И надеются, что это будет работать на постоянной основе. Уважаемые пассажиры, для владельцев транспортных и социальных карт в рабочие дни, в неделю работают специальные автобусные маршруты в рамках проектора «М-Шаттли». Для проезда в шаттли и в метро нужно приобрести единый билет за 29 рублей. На каждой станции метро установлен специальный турникет с опознавательным знаком, которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан на каждой станции дежурит консультант, который поможет разобраться в особенностях системы. За первую неделю работы проекта «М-Шаттл» количество пассажиров увеличилось в два раза. Наиболее популярный маршрут – от кинотеатра «Луч» до станции «Юнгородок». Его использует 60% пассажиров. Еще одно преимущество – движение автобусов «Шаттла» синхронизировали с расписанием движения метро. Когда первые маршруты запустились в Твиттере, которые просматривали обращения, которые были, говорили о том, что недостаточно информационной работы, которая проводилась. Учитывая это, мы, начиная со вторника, 4-го числа, у нас громкоговорящее оповещение каждому поезду по каждой станции метрополитена проходит. На каждой станции в районе кассы выведены информационные листочки о маршрутах, о порядке проезда, об условиях проезда. И сейчас, на данном промежутке времени, работаем с железнодорожным вокзалом для того, чтобы там еще разместить информацию для пассажиров, которые приезжают на пригородных электропоездах. Городские власти продолжают изучать востребованность маршрутов и не исключают, что позже их количество может увеличиться. А пока за движением шаттлов можно будет следить через приложение «Прибывалка-63». Юрий Михайлович, великолепная, на самом деле, история. Я большой поклонник новых технологий. Существует проект «Умный город». Он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Национальные программы «Цифровая экономика». То есть это, собственно, тот 21 век, о котором мы все время должны помнить. Вот как с помощью всего этого оптимизировать движение транспорта, чтобы вот такое движение стало повседневным? Ну, мы ожидаем, что вот та научная работа, которую заказывает у нас министерство, она будет все-таки выполнена и реализована. И в дальнейшем у нас появится такой центр управления транспортом. Он будет или там по городу, или по области, или, может быть, он совмещен, где все будет в цифровом режиме с выведением любой необходимой информации на экран, где можно посмотреть любое транспортное средство, будь то автобус, трамвай, троллейбус, вот где он едет, по маршруту или не по маршруту, есть отклонения от расписания, нет отклонения, если отклонения, то по какой причине, что там, технеисправность или дорожный затор, допустим, сколько он везет пассажиров, чтобы обобщать всю эту статистику, видеть там стыковочные какие-то моменты, нарабатывать, где, может быть, поменять нужно немножко маршрут, где сделать пересадочный центр или узел какой-то. Вот эти все вещи, они, безусловно, будут реализованы. Из того, что есть уже сейчас, вот упомянули в сюжете программу «Прибывалка», это электронное приложение, которое есть для всех там систем телефонов распространенных, оно позволяет получить в реальном времени прогноз прибытия на конкретную остановку вот того транспорта, который там едет. Мы сегодня говорим о том, что это и автобусы, и трамваи, и троллейбусы, и все маршрутные такси у нас в эту систему заведены. В «Яндекс.Транспорте» также есть такая же информация. Помимо «Прибывалки» у нас есть электронное табло прибытия к чемпионату, которые устанавливались. Сейчас они в основном охватывают маршрут от стадиона до площади Куйбышева условной, там еще кое-где у нас, где спортивные были маршруты. Сейчас вот у нас там небольшие свои внутренние процедуры, мы принимаем на баланс эти табло себе, и потом будем, может быть, их чуть-чуть перераспределять. Юрий Михайлович, еще один звонок у нас есть. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня интересует автобус драчный, 146 маршрута, который ходит безобразно. Дают один-два автобуса в лучшем случае, и мы стоим часами на Кировской, чтобы уехать на даче. Как будет решаться этот вопрос в этом году? Юрий Михайлович, прошу, у нас осталось совсем немного времени. Спасибо за звонок. Вот поскольку времени мало, просто скажу, что на карандаш возьмем отдельно этот 146 маршрут, проконтролируем, чтобы там отправление было как положено по расписанию. Юрий Михайлович, у меня, знаете, такой, может быть, немножко неожиданный вопрос. Вы когда в последний раз парковались в центре города лично, и насколько сложно для вас было найти для себя парковочное место? Сложно. Вы знаете, я не очень давно руководителю подарок покупал. Мне надо было его найти в центре и потом еще упаковать. Я, значит, один раз шел два квартала пешком, вот там, где нашел парковочное место. Другой раз шел три квартала. Ну, туда, куда я хотел подъехать, там всегда было все занято. И поэтому вот, ну, сложности эти есть, там, и в рабочий день, и в выходной. Я к чему этот вопрос-то задаю? Летом 2020 года в центре Самары должны, наконец, появиться платные парковки. Необходимость обсуждалась очень давно. И вот, на ваш взгляд, как эксперта, почему все-таки центру Самары необходимы платные парковки? Ну, ситуация тут очень простая. Есть ограниченные ресурсы. Вот пространство уличной дорожной сети, те дороги, которые сейчас целиком и полностью запаркованы. Уровень автомобилизации мы видим, что растет. Машин становится все больше. Ну, даже вам все хуже машин все больше, старая шутка. И чтобы вот найти какой-то способ распределить вот этот вот ограниченный ресурс, мы смотрим на другие страны, смотрим на другие города Российской Федерации, и видим, что все идут по одному и тому же пути. И вот у нас один из руководителей любит проводить цитату, там, специалистов, урбанистов, что нет более дорогой парковки, чем бесплатная. На самом деле? Да. Вот в этой ситуации, на мой взгляд, ведь одна из задач – это улучшить ситуацию в центре города в целом. И платные парковки – только часть этой работы. Вот каким образом можно изменить организацию дорожного движения, чтобы людей пересадить с личного транспорта на общественный? У нас одна минута всего осталась. Ну, здесь два фактора. Это нужно сделать общественный транспорт более привлекательным, и мы над этим работаем и участвуем в федеральных программах по закупке нового подвижного состава. И надеюсь, что мы… и новые у нас придут и с кондиционером, и автобусы, и трамваи, и троллейбусы, может быть. И второй момент – это, конечно, мера дестимулирующего характера, та самая платная парковка. А вот в этой ситуации можно ли рассчитывать на то, что у нас появятся современные паркинги? Я часто бываю в Казани, и я видел не просто участки, а многоярусные парковки. Осталось 30 секунд. Мы найдем таких инвесторов? Такой паркинг. Вот пока мы не введем платные парковки, интереса у инвесторов нету к этим проектам. Как только они будут, наверняка сразу же появятся желающие. По-другому, ну, никак здесь. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Надеюсь, мы с вами еще не один раз увидимся, потому что тема транспорта и тема дорог для нас чрезвычайно интересна. Напоминаю, в нашей студии был заместитель руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрий Топилин. Меня зовут Ян Налимов. Удачи на дорогах. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!